Доброе утро! У нас в преддверии нового года запускается новогодняя программа. И на этой программе мы рассказываем, как создать уютную новогоднюю обстановку дома и приготовить интересное угощение. Но обычно все люди не любят ждать час, пять часов, как мороженое остынет. Сегодня мы с помощью криогенной жидкости вместе с командой специально обычных эльфов сделаем, приготовим мороженое. Я думаю, все знают вещество. Давайте возьмем крупным планом эту тарелочку и смешаем. Что у нас здесь, ребятишки? Азот! Вот у нас кипит, парит, туманит. Он может ожечь. Это как раз-таки азот, да? Настоящий туман. Да, он может ожечь. Ожечь. Обжечь. Все, ребятки, уже знают, что такое... Мне кажется, весь Красноярку уже знают, что такое жидкий азот, да? Единственное, что не все его еще попробовали на вкус, потому что это на самом деле страшно и опасно. Но мы сегодня сделаем безопасно. Каким образом? Так, Мария, доставай чашку. Доставай чашку, Мария. Есть специальная металлическая чашка, которую мы будем делать за место. Ставь. О! Не маленькая? Не-не, отлично. Теперь давайте, слаженная работа команды. Артем, подавай сливки. Ведь главные вставляющие мороженого – это сливки. Да? Мы берем жирные сливки 35-процентные. Артем, тоже помогай, тоже выливай. Сливки 35% еще раз говорим. Еще 20%, чтобы сильно жирных не было, конечно. Давай, они густые, выдавливай их. Прямо видите, какие жирные? Выдавливай, да? Так. Так, стараемся не проливать мимо. Нормально, это у нас детская кухня. Почему бы нет? Чтобы их было слышно. Да. Так. О! Я, мне на работе заставили целый месяц есть мороженое. Готовить, пробовать различные рецепты. Я даже подолстел на несколько килограмм. Сейчас вот активно двигаюсь, худею. Ну, чтобы можно было идеальный рецепт, да, создать? Конечно, чтобы супер вкусное мороженое получить. Ведь это мороженое гораздо вкуснее, чем в магазине, которое замерзает. Сливки вылеты, да? Вот, мы целый килограмм сливок залили. Следующий ингредиент. Алиса, а вон у тебя это? Сгущёнка. Это сгущёночка. Давай, сгущёночку открывай. Что, тоже весь пакет, что ли, или половинку? Конечно, весь пакет. Весь пакет. Не будет слишком сладко? Да ничего страшного. Кто не любит сладкое? Я сама. Фаиля, можно вас попросить вернуться к нам сюда? Конечно, мне нужно контролировать процесс. Я уже могу. Давай, сгущёнка. Так, всю сгущёнку. Теперь, Даша, у тебя что? Нет, у меня ещё сгущёнка. Помнишь, что я тебе говорил? Что у тебя? Ванилин. У неё очень ароматный ванилин. Давай, я тебе его аккуратненько открою. У нас есть, кстати, пряностей много сегодня у нас в гостях. Ты думаешь, их можно использовать? Специи разные, да. Так, Даша, у тебя ванилин. Добавим паприки в мороженое. Почувствуй. Но с ванилина давайте я сам, потому что им нужно очень аккуратно. Буквально маленькую-маленькую щепотку. Если переборщить, то будет горчить. Всё, уже достаточно. Так. Наш наш любимый лексик. Всё, Мария, бери венчик и перемешивай. Алиса, молодец. Сгущеночку убирай. Нет, ещё. Всё, до последней капли нужно выжить, да? Помогите мне сгущенку. Давай, я посмотрю. Так, это мы уберём. Всё, уже всё. Молодец. Это твоё сейчас будет готово, будем поливать. Да. Мария, перемешивай. У нас должна получиться однородная смесь. Я в школьной школе, так что не... Вот. Тебе нельзя испачкаться, потому что ты в школьной форме? Ну да. Вам же в школу потом, ну. Аккуратненько поэтому. А я садня со второй смены. То есть тебе можно испачкаться? Ну, я тоже со второй смены. О, кто со второй смены, тебе можно пачкаться. А вы знаете, что кто со второй смены... Я вообще не делала два на два дня. Вы знаете, что кто со второй смены, тот будет пробовать мороженое во вторую смену? Нет. А я в первую смену сейчас пойду на учёбу. Меня жгут в лице десятом. Ваня, а те, кто не на учёбу пробовать, не будут по твоей логике? Все будут пробовать. Так, мы уже перемешали. Репетишки говорят, что нам не достанет. Пахнет вкусно. Теперь вот что. Стойте, стойте, у нас Вика ещё не участвовала. Давайте Вике достанет самую главную участь. Вика, бери лодочку. Пластиковую лодочку белую. Вот это маленькую. Да. И попробуй на вкус. Пропустите, пожалуйста, Вику. Ну-ка, давай. А может, ты мне тоже попробуешь? Ну, она у нас сладко-ежка будет. Нет, у каждого распределены... Сладко? Нормально. Нормально. Только тёплое, да? Да. И на мороженое пока не похоже. Теперь, ребятки, разбегайтесь. Даша, отходим. Мария, тоже отходи. Теперь осталась самая важная миссия. Нужно с помощью жидкого азота всю эту жидкую смесь превратить в мороженое. В обычной морозилке нам... Нужно как-то достать из этой... Ещё жидкий азот нужно как-то достать, верно? Вот, давайте с вами время защищем. Наши телезрители также могут это защищать, да? Очень будет вкусно, но завтра. Здесь нужно, ребятки, вам отойти сейчас, потому что будет жидкий азот кипеть, расширяться. Даша, отходи, пожалуйста. Отходим на два шага. Мы, как и все учёные, соблюдаем с вами технику безопасности, правильно? Так, всё. Даша, отходи ещё, пожалуйста. Разбежались, разбежались. Отходи, у тебя же костюм, тебе же в школу потом. Отходи. Всё, я начинаю замес. Наш нитро-замес. Жидкий азот, он отдаёт свою температуру, как мы с вами видим, испаряется и улетучивается всё. Его в морозе там ни капельки не остаётся. Насчёт вкуса. Видите, как холодно сразу стало. Чувствуете, как туман идёт? Как у снежной королевы! Это было сложное, я ела. Как у Деда Мороза, мы с нового дня шоу показываем. Хорошо, да? Хорошо. Это как на пляже, знаете, бывает, когда плюс 35, вот такая прохлада будет. Не хватает вот прохлады, да, верно. А сколько времени прошло? Ещё пока не всё. Сейчас я пока только первую часть заморозил. Вот у меня уже слышно, как хрустит. Да, местами? Слушайте, настоящее мороженое там у нас появляется. Осторожно, там у нас вода. Кстати, для чего у нас вода? А я уже показал, как там кондиционируется вода. Я смотрела. Вот, смотрите. Сколько времени прошло? Мне кажется, секунд 30, либо 40 прошло. И вот мы с вами получили свежее мороженое. Проблема в том, что в домашних условиях так не сделаешь. Почему не сделаешь? А где дома взять жидкие? Вы подходите к своей канистре. Ребятки, отходите, пожалуйста. Берёте вот такую канистру, заказанную из Ньютон Парка, и набираете отсюда жидкий азот. Ага, вот так. Но если вы не занимаетесь физикой, то у вас, конечно, жидкого азота дома нет. Поэтому, ребятки, кто будет заниматься наукой? Скажите, а... Чтобы делать мороженое. Фаиля, а где вы берёте жидкий азот, чтобы понимать, у нас есть заводы по производству? У нас в Красноярском крае есть город Сосновоборск, и в этом Сосновоборске есть огромный завод, где просто берут воздух и сжимают его. И получают жидкий азот. И мороженое потом делают на заводе. А потом мороженое. Мороженое уже делают Ньютон Парки. Вот тебе хорошо. Молекулярные шеф-повары. Ну что, давайте мы покажем всё прям целиком, что у нас получилось. Сейчас. Прям вот. Всё. Последний этап. Замешиваю. Мы замерли в ожидании, и сейчас мы увидим... Туман и... Много-много мороженого. Вот, пожалуйста. Вот оно получилось. Я так подозреваю, что сейчас у нас маленькие любители мороженого будут его пробовать, да? У нас есть ещё специальный такой топик, который мы будем его в красе. Да, это ваше будет дело. Давайте я сейчас попробую накатать первый шарик. Ну, ожидание мороженого. Кому, 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 кому? А кто себя хорошо вёл? Я. И я. И я. И я. И я. И я вам задам задачку. И кто решит, тот и попробует мороженое. Да. О, ведущий тоже участвует. Хорошо. И зрители тоже участвуют. Мы готовы. Ну, давайте. А давайте пробовать мороженое будет тот, кто из вас быстрее всех языком достанет до локтя. Всё, всё. Где? Нет. Ведущий. Это можно? Я буду. Потому что руки уже сломаны. Ведущий уже прожил. Нет, я подозреваю, что можно просто использовать локоть соседа. Верно. Нужно уже не до своего локтя достать, а до чужого. Но показывать я не буду. Ну, так как я угадала, ехать, дайте мороженое мне, и мы будем смотреть сильное пищу. Спасибо за то, что сегодня к нам пришли. Приятного аппетита вам, юные химики. Продолжаем программу. Ам-ням-ням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова